Наташа, а чего вы не можете сказать явного? Ну давайте я за вас отвечу. Дима, у нас повестка дня, вечер вопросов и ответов Алексея Гончаренко и Натальи Королевской. Наташа, он правильный вопрос задал. Нет, у нас не эта повестка дня, Дмитрий. Наташа, я вам сейчас скажу одну вещь. И поэтому не нужно меня учить жизни и воспитывать. Не, 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 вас поздно учить жизни и воспитывать. Вот это правильно. Давайте я вам скажу. Потому что у меня тоже к вам есть много вопросов. Вы можете задать любое. И вы точно так же сначала сделали заявление, а потом опровергали. И я внимательно читала ваше заявление и по Майдану, и по результатам Майдана. И о том, что вы ожидали от этого, и что вы получили. Так вот я сегодня не хочу делать пустые заявления. И мы занимаем исключительно государственную позицию. Давайте я вам что-то скажу. Чтобы, знаете, сегодня не одну точку зрения поддерживать, а завтра бежать другую точку зрения поддерживать. И с умным видом рассказывать о том, какие мы тут все хорошие, умные и красивые. Поэтому я призываю в первую очередь украинских политиков и украинских депутатов сегодня объединять усилия и делать все, чтобы вернуть мир в Украину и расставить все точки по этому поводу. А пустые заявления Гончаренко, то он сначала завешивал всю Одессу своими бигбордами о русском мире. А теперь он нам тут учит жизнь и рассказывает того, как нужно называть. Поэтому я бы попросила Алексея, давайте вернемся в повестку дня и не будем тут воспитывать и нравоучения рассказывать друг другу. Спасибо большое. Дмитрий, я услышу. Можно я вам скажу. Да, да, Алексей, у вас будет возможность чуть позже ответить. Дмитрий, пожалуйста. Я хочу сказать главное. Значит, Наташ, я всегда, кстати, я к Наташе апеллирую сейчас, я всегда очень честен. Дмитрий, меня зовут Наталья, так чтобы мы просто понимали, а то у нас какой-то такой фамилиярство. А отчество ваше какое? Можно без отчества, можно просто Наталья. Спасибо. Наталья, я к вам апеллирую сейчас. Я вам хочу сказать, что я всегда честен и всегда говорю то, что думаю. Знаете почему? Я ни от кого не завишу, у меня хозяев нет. И если я сначала вышел на Майдан, а потом сказал, что если бы я знал, что будет столько убитых людей, я бы туда не выходил, я был честен. Я подтверждаю то, что я сказал. Вы об этом говорите. Теперь внимание. Войну против Украины начала Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин. И закончится эта война только тогда, когда Путин заберет свои войска. Потому что если бы не присутствие российских войск регулярных частей, и если бы не российская техника военная, которая завозится через Ростовскую область и Донбасс, в Донбасс, и стреляет по нашим солдатам, войны не было бы. Вы это знаете не хуже меня. Так вот я скажу сейчас главное. Главная беда наша, нашей страны. В пятой колонии кремлевской, которая в огромном количестве представлена в руководстве Украины. Это касается Верховной Рады, это касается СБУ, армии, МВД и так далее, и так далее. У нас огромное количество кремлевской агентуры по-прежнему руководит Украиной и делает все для того, чтобы Украина проиграла в этой кровопролитной битве. Наташа, Наталья, да? Вам надо быть последовательной и ничего страшного, если вы скажете правду в том, что Путин развязал агрессию против Украины? Нет, на самом деле, ничего страшного. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам за совет. Я вам готов дать еще много бесплатных советов. У меня сердце развивается от того, что вы и есть пятая колонна Кремля. Вы лично и ваши друзья. Это уже окончательная правда вам. Спасибо большое. Я считаю, что сегодня можно многих людей называть по-разному. И хорошо, что вы знаете. Вы даже не представляете, сколько я знаю. Прекрасно. И вы даете оценку сложившейся ситуации. Но вот я еще раз хочу сказать. Мы можем называть причины. Мы можем называть, что нужно сделать. Но мы должны сегодня иметь свой план. И его выполнять. От нас ничего не зависит. Все зависит на свой план. От нас ничего не зависит. Вот это, я считаю, позиция, которая придает сегодня Украину. Когда мы сами даемся, мы скажем ему, что он забрал свои войска. От нас зависит гораздо больше, чем мы сами рассчитываем и понимаем. И от нас зависит сегодня гораздо больше возможностей объединиться, а не выяснять отношения. Если вас, Анчаренко, послушает Путина, то флаг вам в руки. А я считаю, что эти пустые заявления, которые просто звучат и которые кроме как политической пропаганды больше ничего не несут, они бестолковые.